Доброго времени суток, уважаемые друзья! Зовут меня Перпетум или же Александр И сегодня мы с вами, наконец-таки, продолжаем проходить замечательный спор Я сделал несколько дней перерыв, чтобы мы могли от игры отдохнуть И вот мы вновь возвращаемся в этот прекрасный мир И сегодня, ребята, мы полетим в космос И для меня это будет действительно первый полет в космос Потому что, если предыдущие этапы я уже проходил, то в космосе я, ребят, не был никогда Поэтому будет логично, если я буду иногда подтупливать Поэтому подсказывайте и не обижайтесь, пожалуйста, на меня Ну а мы начинаем И, конечно же, чем больше лайков, тем больше будет серии по спору Спасибо вам большое, что вы их ставите Ну и сейчас у меня есть первое задание Это прибыть на планету Халихина Я не знаю, что меня там ждет Давайте туда отправимся и, собственно, посмотрим Надеюсь, эта планета находится не очень далеко Так, как взлетать? Вот, понял, хорошо, мы оказались в открытом космосе Замечательно И Халихина совсем близко Нет, вот Халихина, да Находится она очень рядом И это хорошо, хорошо, хорошо А как теперь спуститься? А, просто колесиком приблизиться Отлично А зачем меня отправили на эту планету, собственно? Я не знаю Оу Какой-то сигнал Видимо, это первая планета, на которую прилетела моя раса Ну давайте посмотрим Что-то странное на радаре Эм, где радар? Я ничего странного не вижу Ииии Оу Воу, воу, воу Инопланетный корабль разбившийся Теперь я, наконец-таки, могу его просканировать Хотя мы и так знаем, что Жизнь во Вселенной существует Мы не одна разумная раса Потому что, пока мы были на этапе существо Очень много прилетало Летающих тарелок Летающих кораблей Похищали животных И, в общем-то, я видел это собственными глазами Что жизнь существует Так Сигнал поступает с потерпевшего крушения космического корабля Отправляйтесь на место падения И воспользуйтесь сканером, чтобы исследовать местность Окей, а где место, место, собственно, падения? Как можно посмотреть на карту? Сканер, кстати, у меня включен Так У меня включен радар Давайте переключимся сюда Мамамамамамамамамамамамамамамам Я совсем запутался Почему на карте не отображена эта точка? Ну, ничего страшного Мы немного полетаем И рано или поздно ее увидим Кстати, жизни здесь я особо не вижу Растут какие-то деревья А, вот Показывают мне Отлично Растут какие-то деревья Но живых организмов нет Они появятся, значит, скоро здесь Если есть растительность Значит, и животные должны быть Ну и давайте просканируем все это дело Так это сканируется, да Просканировал замечательно, и что это значит? Давайте, расскажите мне, поведайте, какие-то странные символы. Видимо, пришелец выжил после падения и попытался создать костер. Но, к сожалению, видимо, он не выжил, потому что его здесь нет. Ну и улететь он тоже не мог. Хотя, может быть, его забрали его же соплеменники, не знаю. Инопланетяне! Но никаких признаков жизни. Похоже, перед смертью они составили какую-то карту. Стойте, в результате крушения произошел запуск притягивающего луча. Что-то попало к нам на борт. Оу, хорошо. Видимо, это не костер, а указание планеты, на которую нужно лететь. Окей, окей. Раз это карта, говорят мне. Ну, не вопрос, полетим по ней. И что я получил? Притягивающий луч сработал. Кстати, все-таки мой космический корабль выглядит неплохо. Интересно, потом можно будет его прокачивать по мере прохождения этого этапа? Не знаю. Управляемые ракеты и межзвездный двигатель. В двигатель встроена система определения координат. Повреждения получены в результате военного столкновения. Ага, межпланетные войны начались. Неплохо. Возможно, этот корабль был послан с другой планеты для оказания помощи своему союзнику. И, ребят, я не знаю, почему вы на меня обижаетесь, когда я начинаю захватывать всех. Ведь каждый играет по-своему. Кто-то выбирает мирный путь, кто-то выбирает военный. Я, например, выбрал военный. Каждый играет по-своему. Если бы все играли одинаково, то и смысла бы тогда не было. Поэтому не стоит обращать на это внимание. Вот такой вот я, да. В жизни я добрый, а в играх я отрываюсь. Так, и что нужно теперь сделать? Покинуть звездную систему. Шикарно. Улетаем отсюда. Неужто мы уже развились до таких технологий, что можем передвигаться между звездными системами? Нифига себе, очень быстро мы развиваемся. А как ее покинуть? Просто увеличить? Да? Элементарно. Отлично. И координаты, сохранившиеся в блоке памяти корабля, соответствуют соседней планете. Возможно, эта планета является родиной этих существ. Им все еще нужна помощь. Но... Или бы я просто туда прилечу, и они меня уничтожат. Одно из двух. Но давайте попробуем прилететь, посмотрим. Надеюсь, что они добрые. Так. Так, ну я же туда лечу. Отправиться на планету Миртон. Ну, вроде бы сюда указывает. Все. А где Миртон? Зекал. Карбривский. Миртон. А, у меня корабль сам прилетел. Ну, неплохо. Отлично. Спасибо. Мой пилот, мой капитан, довольно умен. Меня это радует. Посмотрим, что здесь происходит. Так, снова сработал радар. Что-то странное на радаре. Окей. Что же это могло быть? Уничтоженный город. То есть пришельцы прилетели и уничтожили целую цивилизацию. Либо может быть другой вариант развития событий. То есть эта цивилизация напала на другую цивилизацию. И другая цивилизация в отместку уничтожила эту. То есть непонятно еще, кто здесь добрый, а кто здесь плохой. Но мы разберемся. Слишком поздно. Эти руины. Все, что осталось от колонии инопланетян. Сканирование местности, возможно, поможет нам понять, что здесь произошло. Так, ну давайте туда отправимся. И все это дело хорошенько просканируем. Включаем сканер. И поехали. А это что такое? Малая протонная ракета? Вау. Вот что я взял с корабля пришельцев. Неплохо. Но сейчас мне нужно просканировать, собственно, эти руины. Ой, я использую... Ой. Мини-лазер использую, а не сканер. Вот сканер. Точно. Давай. Все указывает сюда и... И... Что-то это не работает. А если полетать и посканировать? М? Как это будет выглядеть? Ну я вроде бы летаю, сканирую, но ничего не происходит. Не срабатывает. Неужто все руины нужно просканировать? Эй, давай, сканер, работай. Ну, черт возьми. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Вокруг обошел, но... Не срабатывает. Ну я сканирую руины. Че-че с тобой не так, дружище? Как... Как это должно сработать? Эй. Эй, ну же. Ну же, сканер, чего ты не работаешь? Может, поближе нужно подлететь? Ну, подлетел ближе. Так, пролечусь по кругу. Может быть, я что-то делаю не так? Ну, сюда я указываю, видите, ребята? А сканер не срабатывает почему-то. Может быть, баг какой-то? Эм. Эм, хорошо, давайте полетаем и просто вот так вот по порядку все просканируем. Может быть, я что-то делаю не так? Ну, вроде бы у меня сканер работает. Может, здесь что-то нужно выбрать? Не просканировано, не просканировано. А, это объекты, которые можно просканировать на этой планете, я так понимаю, да? Хорошо, 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 хорошо. А здесь что-то можно переключить? Нет, ничего не переключается. Ммм, можно как-то нажимать, но для чего это нужно, я не знаю. Все, не понимаю. Ладненько, будем сканировать, будем летать. Ребят, давайте я нажму на паузу и попробую все это дело просканировать Потому что что-то как-то я не вижу, что нужно сканировать Может какие-то определенные обломки нужно найти Ну вот я вижу выделяющуюся штуковину Это не помогает Животных давайте просканируем Вот, животные сканируются за одну секунду безо всяких проблем Так, это просто карта прорисовывается, да? Я думал это объект для сканирования Ну же, 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 ну же Чего ты не срабатываешь? Давайте, ребят, все-таки нажму на паузу и разберусь с этим делом Ребята, блин, оказывается здесь были не одни развалины, а несколько Но радар мне показывал одни, я прилетел к ним, пытался сканировать Потом думаю, дай-ка пролечусь по планете, посмотрю, может еще есть И да, действительно, на планете оказались другие развалины, которые можно было просканировать Офигеть, офигенно Ладно, хорошо, что мы с этой проблемой справились Значит, можно двигаться, ребят, дальше Поехали Так, сканирование не дало результатов Хотя, кажется, мы обнаружили какие-то признаки жизни Радар фиксирует какую-то активность Ну, интересно, интересно какую Покажите мне Оооооооооу Сканирование запустило Сканирование запустило систему обороны этой колонии Эти роботы не выглядят дружелюбно Постойте-ка Нам пришло сообщение Давайте посмотрим, что за сообщение Тревога, вторжение Гроксов Уничтожить захватчиков Кстати, вы мне когда-то писали, что Гроксы Это самые злые существа во вселенной Гроксы, кто это такие? Задействован код самозащиты Грокс 999 Захватчики будут уничтожены Мы не Гроксы. Понимание, все корабли Гроксов, вторгшиеся на нашу территорию, будут уничтожены. В последний раз повторяю, мы не Гроксы. Эм, ну на меня нападают. Давайте возьмем оружие и применим его. Поехали. Пуу, что такое, что такое, что такое? Воу, 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 какие-то они жесткие. Но благо у меня есть крутые, мощные пушки, которые помогают мне уничтожить противника. И у меня очень много здоровья, противник ничего не может мне сделать. Они сами нарвались. И почему вражеские корабли выглядели точно так же, как и мои? Возможно, возможно, они что-то использовали. И как-то проникли в мой разум, что мне стало казаться, что я уничтожаю собственных соплеменников. Не знаю, это странно. Ладно, сейчас у меня задание вернуться на собственную планету. Давайте, радар включен. Просто это сделаем. Улетаем отсюда. Надо сообщить моим ребятам о том, что здесь произошло. Хотя, наверняка уже у меня есть крутые технологии, которые позволяют передавать сообщения на расстояние. Почему я этого не сделал? Не знаю. Ладно, возвращаемся. Такс. Окей. Окей, окей, окей. Приборы зафиксировали странные радиосигналы, исходящие с этой звезды. Летите туда и выясните, что бы это значило. С какой звезды? Стоп. Стоп. Нам же сказали вернуться. Ну, я возвращаюсь. Все верно. Мне говорят, задание выполнено. Пора вернуться на родную планету. И я вернулся? Да, я вернулся на родную планету. Куда нужно лететь теперь? А, входящее сообщение. Задание выполнено. Мы знали, что не один... А, что... Что не одни в галактике. Следы погибшей цивилизации враждебно настроены стражевые корабли и гроксы. Что бы все это значило? Очевидно, мы должны продолжать исследование и по возможности защитить себя от потенциальной угрозы. Для этого нужно создать колонии, которые можно использовать как базы для дальнейших операций. Наши ученые уже пытаются воссоздать двигатель, найденного тобою корабля. Ммм, хорошие ученые, спасибо, ребят. Я вас не сомневался, вы самые лучшие. Очень важно постоянно расширять империю и увеличивать ее благосостояние. Лучший способ сделать это — строить колонии на разных планетах и добывать ресурсы. Для начала мы дадим тебе пару добровольцев, необходимых для организации первой колонии. Наши астрономы считают, что самая лучшая планета для колонизации — это Джор. Хорошо будем расширять свою империю просто во Вселенной, это хорошо. Сначала мы захватили планету, потом мы захватим весь мир, всю Вселенную, круто. Так-так-так-так-так-так-так-так. Как мне основать колонию? Разумеется, я не знаю. Отлично, построить колонию легко. Прилетев на планету Джор, выберите нужный инструмент из панели колонизации, а затем разместите колонию на суше, неподалеку от источника пряности. Колония выстроится автоматически, вашего участия не потребуется. Вероятно, вы захотите связаться с новой колонией и убедиться, что жители, которых мы отправили с вами, обустроились на новом месте. Я не вернусь, пока планета Джор не будет колонизирована. Ни о чем спрашивать я не хочу. Так-так-так, где эта планета Джор находится? Надеюсь, мне укажут на нее. Она находится вообще в моей звездной системе или нет? Так, ну у нас тут, у нас тут Хризаби. Да, Джор у нас находится вообще в другой звездной системе. Окей, отправляемся туда. Договорились. И опускаемся. Опускаемся, опускаемся, опускаемся. Надеюсь, поначалу на нас никто нападать не будет. Оу. Оу, я... Мне кажется, или я вижу враждебные корабли? Планеты, движущиеся по зеленым орбитам, легче всего поддаются терреформированию и колонизации. С планетами, чьи орбиты, подсвеченные красным или синим, придется потруднее. Ясненько. А где Джор? Балайворла, Пендин, Джор. Отправляемся пока на Джор. А, это не корабли, это просто кометы летают. Блин, а выглядели они издалека как корабли. Интересно, можно ли колонизировать звезду, например? Было бы круто. Так, а на Джоре нету воды. Как эта планета живет без воды? Колонию можно создать на любой планете. От бесплодных спутников до плодородных азисов. В колониях происходит сбор пряности, которую затем можно продавать. Хорошо. Эм, почему здесь нет воды? Черт побери. Может быть, где-нибудь здесь есть океан? Я надеюсь. Ну, пожалуйста, пожалуйста, скажите, что эта планета не безжизненна. Блин, а она безжизненна, ребята, оказывается. Очень грустно. Нужно как-то использовать терраформирование. Но как? Как вообще мои ребята будут здесь жить, если здесь нет кислорода? Ладно, попробуем, попробуем. Колония. Колония у нас будет находиться здесь, рядом с пряностями. Все верно. Блин, здесь еще какие-то гейзеры, жестяк. Надеюсь, моя колония не пострадает. Ну, раз мне сказали основать ее здесь, я это и сделаю. Почему нет? Бум! Величайшая империя Перпетикус разрастается автоматически. Круто, круто, круто. Ну, где дома? А, дома постепенно появляются. Замечательно. Вау! Они находятся в каком-то куполе, который обеспечен всем необходимым для жизни. Неплохо. Там, видимо, своя атмосфера своеобразная. Поздравляем! Вы создали империю. Вот об этом я и говорил. Производительность любой колонии зависит от ее размера, который, в свою очередь, зависит от терраиндекса планеты. Развитие от терраформирования приносит большие награды. Большие награды. Все верно. Ребят, и вот всегда, всегда в человеческой истории, когда создавались империи, они создавались только с помощью войн. Поэтому не удивляйтесь, если я буду сражаться со всеми. Такс, возвращайтесь домой с победой. Планета успешно колонизирована. Возвращайтесь домой с победой. Хорошо, мы это сделаем. Потом будем уже разбираться в устройстве колонии, что с ней можно делать. Но пока мы возвращаемся домой, как и было предначертано судьбой, все сделать и вернуться домой. Что мне скажут, интересно, мои военачальники? Хотя я самый главный, черт возьми, почему они мне приказывают? Почему они дают мне задания? Сволочи какие, а? Они используют меня для выполнения своих целей. Для решения своих задач. Это не круто. Отличная работа, капитан. Однажды наша империя станет самой могущественной во вселенной. Мы рассчитываем на то, что ты будешь регулярно посещать новую колонию и забирать добытую там пряность. Хей, а почему я должен это делать? Неужто нельзя запустить другие какие-нибудь грузовые корабли, которые будут носить эту пряность? Не круто, не круто. Наши ученые разрабатывают новые технологии, которые помогут увеличивать второй индекс планет. И однажды мы сможем улучшить условия жизни в новой колонии. А пока у нас есть более насущные проблемы. Можем продолжить, да? Капитан, мы перехватили сигналы, которые, судя по всему, исходят от неизвестных нам разумных существ. Мы хотели попросить тебя найти их и попробовать установить контакт. Можешь воспользоваться системой поиска разумной жизни. Ты возьмешь за это ответственное задание? Ну, разумеется. Видеокоммуникатор оборудован универсальным ретранслятором, который помогает общаться с любыми инопланетными расами. Чтобы задействовать коммуникатор, надо находиться в звездной системе, интересующей вас империей. Отлично. И где мне их найти? Нам удалось точно определить, откуда исходят сигналы. Так что тебе придется поискать. Оказавшись в межзвездном пространстве, направляйся в те звездные системы, на которые реагирует твоя система поиска разумной жизни. Радиоизлучение и звуковые сигналы — признак того, что ты на верном пути. Хорошо. В процессе перелетов некоторые детали корабля могут выйти из строя. Эй! В этом случае нужно вернуться на родную планету и организовать ремонт и подзарядку. Также стоит проверить, нет ли других указаний в центре управления заданиями. Хорошо, ясно. Дай нам знать, когда установишь контакт с инопланетянами. Удачи! Хорошо, ребят. И пока, наверное, на этом мы остановимся. Мы узнали, что не одни живем во вселенной, хотя и раньше это знали. Мы создали колонию, и в следующих сериях мы будем развивать свою империю. Ну, а пока на этом все. Если вы хотите больше серии по спору, ставьте обязательно лайки, я буду очень благодарен. Если не хотите, не ставьте, это ваше право. Ну, а с вами был Перпетум или же Александр. Большое спасибо за внимание, друзья, за просмотр. До новых встреч, всем удачи и всем пока. И смотрите, чтоб вас не украли пришельцы. Ха-ха-ха! Ну, это было бы глупо. Пока, ребят, пока!